Ну, здесь вопрос такой, если говорить максимально объективно, то все ли люди действительно равны в своих возможностях развития, это дня рождения сущности. Понимаете, вопрос здесь, ответ и да, и нет. Все равны максимально реализовать себя на том уровне и пойти дальше. Потому что действительно все находятся, у каждого из нас разные сущности, разные генетики. Естественно, комбинации сущностей и генетик совершенно разные. И реализовать нужно не дядя Федя, а саму себя. Вот в реализации самих себя все находятся в одинаковых условиях. Потому что каждый человек может, если правильно работать и правильно действовать, ну, развить себя, себя самого. То есть достичь максимального уровня развития своей сущности, которую он имеет в данный момент. Не только развить до того уровня, который была сущность до входа в тело физическое, при зачатии, но и продвинуться дальше. Если он продвинется дальше, а насколько продвинется дальше, зависит от него самого. Он может в течение одной жизни продвинуться столько, которые в другой жизни за миллиард лет не продвинутся. Все зависит от того, как он правильно, на какую-то тропу, какой, и нашел он, и, как говорится, золотое зерно развития, как развиваться правильно, или не нашел. Но каждый человек равен максимально реализовать себя. Только проблема в том, что нужно не смотреть, что там реализовал себе сосед, а максимально соответственно на том, что ты сам имеешь, и то, что ты делаешь. И работать над собой, а не думать, ага, вот соседа, знаете, как раньше, ага, у соседа Волга появилась, да? Ух, редиска, у меня Волги нет. Нет, значит, кляузу напишу, что он там, тот, и тот. Да, в большинстве случаев так правда и было, правильно? Воровал человек, тогда в советское время Волгу купить мог далеко нечестный человек, чаще всего. Но, а не лучше ли бы человек занялся, понимаете, он же не говорит, что вот он-то плохой, потому что он Волгу себе имеет. Он говорит, ага, у него есть, а у меня нет. Обратите внимание, да? С точки зрения зависти. Если бы у него самого была Волга, вы думаете, он на себе написал? Вот скажите, был ли случай, что кто-то, который купил Волгу, которого совесть замучила? Вы знаете, я купил Волгу, ну машину, так сказать, в то время, тогда была престижная Волга для молодежи, сейчас она ничто, а тогда была действительно хорошая машина. И вот я купил на ворованные деньги и прошу меня за это арестовать и посадить в тюрьму. Сказали, что инвестрация полное имущество. Слышали такой случай? Я тоже странно, но не слышал. Почему-то кляузы писали чаще всего соседи. И не потому, что они возмущались тем, что у соседа есть Волга, и он нечестно заработал, а возмущались тем, что у него есть, а у нас нет. Вот это, думаю, что далеко не лучшее качество, согласитесь? Поэтому и здесь нужно не тоже смотреть, ага, вот он добился чего-то в развитии, ага, а я не добился. Так если ничего не делать, человек никогда не разовьется. Человек не должен смотреть на другого, что он достиг, чего не достиг. Человек должен делать максимально, реализовать саму себя. Это труд, колоссальный труд, и труд, и труд, и труд. Переосмысление, убирание собственных блокировок, собственных шаблонов, которые навязаны социальной средой, это нелегко, нужно делать. И когда человек это делает, он движется вперед и может максимально реализовать себя, и не только в этот уровень, который был сущен этого входа, и пойти дальше, и далеко дальше. И в этом случае он достигнет реализоваться себя и достигнет гораздо больше. Я всегда приведу тогда такой пример. Допустим, человек, один человек, допустим, мастер, супермастер создает мебель, допустим, супермебель, да? Такой уникальной красоты и так далее, и так далее. А другой человек тоже работает с деревом, но он такие вещи не может создать. И он, а, вот, типа, он такой вот, что хочу сказать. А тот человек, который создает супервещи, он себя напрягает на 5% из 100, которые он мог напрягать. То есть он мог бы создать что-то вообще супер. Ну, мне дело, зачем ему пыхтеть, если он так делает лучшее. Правильно? И кто, кто кажется правильным? Тот, кто создал супервещи, такую красивую, но на частичность своего потенциала, или тот, кто создал, пускай, табуретку, но в эту табуретку вложил все, что он мог, все свое умение, все свой талант по максимуму, и вырализовал себя на 100%. Табуретка и то шедевр мебели, который создал тот человек, который на 5% себя реализовал, несоземлемые вещи, правильно? По ценности материальные, в частности. Но по ценности для развития, вот тот шедевр, который создал человек, реализовавшийся на 5% себя, прочитал нулевой ценностью, по ценности тем, что человек, создав табуретку, но реализовал себя на 100%. Просто, видите, как подмена понятия происходит в сознании. Не нужно ориентироваться на другое, нужно ориентироваться на то, что ты сам можешь достичь по максимуму. Ни дядя, ни Петя, ни Федя, ни сосед, ни там в другом стране, а именно как на это ты лично сам. И именно самая страшная борьба, это борьба с самим собой. Нужно убить дракона внутри себя самого. Не у кого-то, а у самого себя. Вот когда человек побеждает, когда человек добивается того, что он максимально себя реализует, он состоявшийся. И пускай это первая ступень, но если он сохранит такой же настрой и в дальнейшей жизни, он сделает второй шаг, третий, и поднимется так, может, не быстро, как никогда не поднимется тот человек, который реализует себя на 5%. Потому что реализовать нужно себя по максимуму себя, не чужого дяди. Поэтому говорю, и да, и нет. Потому что неправильный менталитет настроен. Почему нужно всегда сравнивать с кем-то? Вот он сделал это, он добился этого. А вот вопрос ставь себе, а чего ты сам добился? Никто не задает, правильно? К сожалению. А что ты сделал для того, чтобы добиться чего-то? Ничего, но хочу. Хотеть, говорит, не вредно. Правильно? Ему нужен действительно труд, огромный труд, и самое главное, не должно быть с шаблоном, чтобы человек мог освобождаться от шаблонов, чтобы он не был зациклен на чем-то собственных шаблонах или навязанных шаблонах. Я вот просто приведу опять очень удачный пример, как наш собственный опыт может срадоваться блокировкой. Я потом писал автобиографию свою, кто не читал, прочитает, а кто не слышал, просто услышит, без чтения. Но пример такой забавный. Когда я был мальчишкой, у меня был такой опыт, весьма интересный, когда я лег спать, это было вечером, и вдруг я вижу себя, чувствую себя полностью, как сейчас сидящий здесь, на крыше своего дома. И почему-то день, не ночь, а день. И я стою у края стены, на крыше, и у меня желание оттолкнуться и полететь. А здесь сидит, я с деревьев падал, и не один раз, и знаю, что если прыгнуть и полететь, то полетишь только вниз, не куда-то в другое место. Это опыт чисто физического тела. Но он сидит. Но при том, ощущение было действительно, а сорта красок, сочность красок, несоизмерима, вот как вот сейчас мы видим, то есть яркость, сочность неповторимая. То есть такого здесь в реальном физическом мире нет. Но тогда не понимаешь, потому что у тебя это, ты стоишь в сознании там, и ага, не, голубчики, я не дурак, и я уже падал, знаешь, что это. Пошел по ступенькам, спустился с крыши, спустился, вышел на улицу. Ну вот, вот здесь вот проще. Вот я разбегусь, попробую попрыгнуть и полететь. Если грохнусь, то с метра. Ну это не большая проблема. Разбегаюсь, прыжок, и я чувствую, что я не падаю. Это мне уже удивительно. Потому что в реальности всегда падало. Думаю, интересно. Думаю, а ну-ка поднимусь чуть выше. Поднимаюсь выше. Не падаю. Еще удивительно становится. Еще дальше. Уже на деревне думаю. А вдруг сейчас что-то произойдет, и что-то там выключится, щелкнет, и я грохнусь. Это все равно работает. Вот здесь. Пока еще низко, еще не страшно, а если повыше. Но все-таки желание двигаться или полететь оказалось сильнее. Я начал подниматься выше, и думаю, а бог с ним, если открутится, открутится. И вот я поднимался, поднимался, и через некоторое время начал видеть тот дом, который я там жил. Моя семья, мама до сих пор там живет, в том же самом квартире, в том же самом доме. И вот начал видеть все это сверху. Знаете, как вот, с птичьего полета и выше. И потом дальше, 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 и дальше уже не помню. То есть, потом утром проснулся и был удивлен, что это сон, не сон, я не понял. Но это полный выход сущности был из тела, как я понял потом. Но в то время я еще не понимал, это был ребенок еще. Но самое любопытное было другое. Через некоторое время я возвращался, вместе с мамой мы были в Москве, из Москвы летели минводы, а наш дом как раз стоял там, где минеральных водах, самолет заходит на посадку, и он пролетает на наш дом, идет дальше и садится. Так, посадочные, ну, тракторные посадки. И так повезло или не повезло, не знаю, так сказать, что это больше считать везением. Наверное, случайность, но всякая случайная закономерность. И естественно, для мальчишки, когда я, кажется, второй раз летел на самолет, все равно любопытно. Я, естественно, сидел у каллюминатора, понимаете, да, и таращился вниз на землю. И вот уже садится, облачность была, она прошла, и тут я вижу наш дом среди облаков и другие дома точно так же, как я видел их, когда вот тогда был. Для меня был шок, я понял, что это не был сон, это была реальность. И вот после этого для меня перестало существовать, чтобы понять, что это бред силу кобыл, что это, так сказать, это галлюцинация моста, дает что-то такое. Потому что, когда получил такое подтверждение, мне просто повезло, что во время такого выхода как раз дом находился именно там, на том месте, траектории, полета с самолета, который позволил мне увидеть. Если бы не увидел, то, может быть, в другое время думал, что это просто странный сон. А это полностью подтвердило, что это не сон, а абсолютно реальный, что действительно я был вне тела, и поэтому я не падал. Потому что, если бы я сделал то же самое с моим физическим телом, к сожалению, я бы свалился. И то, скорее всего, потому что опять сознание сидит. Но это особый разговор. Следующий вопрос. Следующий вопрос.